Всем привет! Вы на канале Smart Life. Как и обещал, представляю вашему вниманию очередной сравнительный мега-обзор, в котором сойдутся одни из самых популярных и востребованных смартфонов на данный момент, а именно Mi Z09, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Samsung Galaxy 50. Формат обзора остается неизменным, поочередно сравниваем аппараты в различных категориях, начисляем соответствующие баллы, ну а в конце составляем сравнительную таблицу со всеми характеристиками, на основании которой вы сможете подобрать для себя самый подходящий вариант. В комментариях под видео вы найдете содержание с таймкодами для более быстрого ознакомления, но и в описании под видео ссылки на проверенных и надежных продавцов, где можно подвести данные аппараты. Ну а мы начнем с комплекта поставки. Все смартфоны в комплектации объединяет то, что у них уже идет разъем USB Type-C, то есть и кабель у нас во всех аппаратах будет Type-C. Это, несомненно, плюс. Значит, зарядное устройство у нас на Redmi Note 7 5 вольт 2 ампера, то есть немного хуже, но быстрая зарядка у смартфона у нас поддерживается. В остальных аппаратах уже зарядное устройство помощнее. 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 и здесь 9 вольт 1,67 ампера. Значит, скрепка фирменная у нас во всех аппаратах присутствует, немножко разного формата. Также различная инструкция. Смартфоны от Xiaomi поставляются дополнительно таким вот силиконовым чехлом, как Note 7 Pro, так и Note 7, а Samsung у нас поставляется с фирменной гарнитурой. Все смартфоны продаются в трех вариациях цвета. Note 2 и GAMMA у нас немного различаются. Значит, информация по габаритам и диагоналям вся перед вами, то есть обращаю ваше внимание, что Meizu у нас имеет наименьшую диагональ 6,2 дюйма, а Samsung наибольшую 6,4 дюйма. И соотношение сторон на Meizu у нас 18,5 к 9, то есть он у нас более такой вот квадратный. Эти смартфоны у нас более вытянутые. Значит, обращаю ваше внимание, что у нас получается в верхней части везде расположились фронтальные камеры и разговорные динамики по центру. Капелька у нас самая эстетичная на Meizu, то есть она здесь меньше всего выделяется. Здесь, в принципе, одинаково. Но вот на Samsung, видите, верхняя часть, такая вот полосочка, более компактная, чем на этих трех смартфонах. Значит, внизу у нас подбородок, в принципе, тоже такой вот относительно компактный, самый компактный на Meizu, здесь немножко побольше. Управление жестами во всех аппаратах реализовано. На Xiaomi и Meizu у нас одинаковое управление жестами. На Samsung немного по-другому реализовано, но, скажу вам честно, пользоваться можно так же комфортно, как и на этих смартфонах. То есть все это дело у нас привыкается. Значит, могу выделить то, что у нас Samsung не имеет индикатора событий. Все умения расположились внизу, в Meizu вверху, а вот Samsung, к сожалению, индикатор не поставил. На верхней грани во всех аппаратах расположилось отверстие для дополнительного микрофона громкой связи, либо шумоподавления. В смартфонах Xiaomi также у нас есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой, чего нет в Meizu и Samsung. И также 3,5-мм джек расположился на верхней грани. А также, обращая ваше внимание, про выпирающие камеры. На Xiaomi они выпирают наибольшим образом, и даже в чехле они у вас будут выпирать. А вот в Meizu и Samsung они выпирают незначительно, то есть чехол их перекрывает, и это, несомненно, плюс. С правой стороны во всех смартфонах расположились кнопки управления питанием и регулировки громкости. Во всех аппаратах они у нас пластиковые, но не болтаются и сидят плотно. На нижней грани по центру видим везде разъем USB Type-C, а также перфорацию основного динамика и отверстие для разговорного микрофона. В Meizu и Samsung внизу также расположился 3,5-мм джек для наушников. Ну и с левой стороны во всех аппаратах расположился лоток под сим-карты. Samsung имеет полноценный лоток под 2 наносим и микро-SD-карту, то есть жертвам к вам ничем не придется, и это, несомненно, плюс. А Xiaomi комбинированные лотки, то есть либо 2 наносим, либо наносим и микро-SD-карту. А вот Meizu, к сожалению, имеет лоток только под 2 наносим-карты, то есть сюда микро-SD-карточку вы, увы, поставить не сможете. Значит, на Xiaomi и Meizu у нас двойные модули камеры, то есть основная и для размытия заднего фона. На Samsung тройной модуль камеры, то есть здесь у нас есть еще широкоугольный объектив. Также расположились сканеры отпечатков пальцев в Xiaomi и Meizu. В Samsung сканер встроен в экране. Это, конечно, такая вот более передовая технология, но вот скорость распознавания и процент попадания у него будет хуже, чем у стандартных сканеров отпечатков пальцев. Ну и также видим логотипы наших компаний. Значит, по материалам корпуса. Xiaomi у нас имеет заднюю крышку стеклянную. Она, конечно, тоже царапается, но не так просто, как пластик в смартфонах Meizu и Samsung. То есть здесь практичность будет немного похуже. Боковая основа во всех смартфонах у нас одинаковая, пластиковая. То есть во всех смартфонах боковая грани и основа смартфона состоит из лакированного пластика. По поводу сборки нигде претензий нет. То есть во всех смартфонах все хорошо, никаких деформаций, похрустывания задней крышки. Значит, эргономика у Meizu немножко самую малость. Он лежит в руке получше за счет того, что он немного более компактный. А эти смартфоны, в принципе, по эргономике сопоставимы. Meizu работает под управлением фирменной прошивки Flyme 7.2 на базе девятого андроида. В моем случае стоит англо-китайская прошивка. Но это я поспешил, заказал китайскую версию. Сейчас есть уже глобальная версия смартфона, поэтому к вам приедет глобальная мультиязычная прошивка с поддержкой беспроводных обновлений. Никаких проблем у вас не будет. Redmi Note 7 у меня уже глобальная версия, поэтому здесь тоже стоит глобальная мультиязычная прошивка MIUI 10.2 на базе девятого андроида. Беспроводное обновление есть, русский язык в полной мере тоже у нас присутствует. Redmi Note 7 Pro у нас работает под управлением англо-китайской прошивки. То есть здесь у нас глобальной версии аппарата нет, поэтому к вам приедет либо англо-китайская, как в моем случае, MIUI 10.2 на базе девятого андроида. Либо какой-нибудь русифицированный кастом. Может быть сюда поставят официальную индийскую прошивку, которая, кстати, тоже имеет русский язык. Но лично я, наверное, буду прошивать на стороннего разработчика от Xiaomi. Она тоже имеет беспроводные обновления. То есть мне кажется, все-таки понадежнее будет именно ставить эту прошивку. Samsung работает под управлением фирменной прошивки One UI версии 1.1 на базе девятого андроида. Глобальная прошивка с поддержкой русского языка и поддержкой беспроводных обновлений. Значит, какая прошивка лучше? Это уже личное дело каждого предпочтения. Ну, скажу, что от себя MIUI, мне кажется, и One UI по функционалу очень схожи. То есть много всяких дополнительных настроек. В Flyme немного меньше всяких там дополнительных прибабасов, как в MIUI и One UI. И Flyme не так часто получает обновления по воздуху, как эти смартфоны. То есть по программной составляющей, по сути, у нас Flyme немножко проигрывает. И Redmi Note 7 Pro тоже немного проигрывает, потому как здесь нужно будет разбираться с ПО и узнавать, какие здесь стоят прошивки. Либо прошивать самому на стороннего разработчика. Процессоры у нас на этих трех аппаратах установлены от Snapdragon. Значит, здесь Snapdragon 660, 8-ядерный, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу. Здесь у нас Snapdragon 675, более новый процессор, тоже 8-ядерный, но выполненный уже по 11-нанометровому техпроцессу. На Samsung стоит фирменный процессор Exynos 7, 8-ядерный, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу. То есть здесь техпроцесс будет немного получше. Графический чип у нас здесь Mali-G72. Здесь у нас Adreno 612, а здесь Adreno 512. Значит, модификации оперативной и постоянной памяти все перед вами. То есть, в принципе, выбрать можно любую модификацию. Ну и также по разрешению у нас во всех аппаратах Full HD+, разрешение. И плотность пикселей примерно сопоставима. То есть разницу по пикселизации вы не заметите. В Antutu Redmi Note 7 Pro и Meizu Note 9 уверенно вырываются вперед. Ну а по сути задних Note 7 и Samsung Galaxy 50. Как видите, разница тоже между ними совсем незначительная. В Geekbench ситуация по сути такова же. То есть Note 7 Pro и Meizu Note 9 уверенно вырываются вперед. Ну а по сути задних Note 7 и Galaxy A50. А вот в графическом тесте 3DMark ситуация диаметрально противоположна. Redmi Note 7 у нас вырывается вперед. За ним Samsung Galaxy A50. Ну а по сути задних Redmi Note 7 Pro и Meizu Note 9. Мультитач во всех аппаратах на 10 касаний. Все смартфоны обладают достаточным набором датчиков. То есть магниты, сенсоры, это у нас компас, гироскоп для очков в летальной реальности, ориентир, освещение, приближение. Выделю то, что у нас Xiaomi обладает инфракрасным датчиком для управления бытовой техникой. А Samsung единственный имеет датчик холла, чего нет в остальных аппаратах. То есть в специализированном чехле экран у вас будет автоматически гаснуть. И в Samsung есть модуль NFC, то есть бесконтактная плата данных Google Pay тут у нас имеется. Остальные смартфоны модуль NFC похвастаться, к сожалению, не могут. Теперь давайте сопоставим уровень сигнала Wi-Fi. Значит, роутер находится у меня сейчас за четырьмя стенами. И как видите, все смартфоны с этим тестом справились хорошо. То есть уровень сигнала примерно сопоставим. Поддержка полосы 5 ГГц у нас тоже во всех аппаратах имеется. Функция OTG у нас поддерживается на всех смартфонах. И Bluetooth у нас во всех аппаратах версии 5.0 через три стены пробивал без проблем. Теперь давайте остановимся на наших экранах. Значит, на этих трех смартфонах у нас установлена матрица IPS, естественно, с OGS технологией. На Samsung установлено Super AMOLED дисплей. То есть он, конечно, будет более премиальный. Значит, давайте сопоставлять, значит, Meizu Note 9 и Redmi Note 7. Насколько видна разница? Ну, может быть, небольшая разница есть, но она совсем незначительна. То есть не забывайте, что в настройках можно более тонко все откалибровать. То есть по цветовой гамме можно все настроить. А углы обзора, как видите, у нас одинаковые. Note 7 Pro и Note 7 тоже смотрим. Углы обзора идентичны. Все у нас одинаково. Опять-таки цветовая гамма, может быть, самой малостью различается. Но это все у нас не критично. И теперь AMOLED дисплей против IPS. Вот тут уже, конечно, разница ощутимая. Лично я вижу, что AMOLED дисплей более такой насыщенный, глубокий черный цвет. И углы обзора у него получше. То есть все же AMOLED это будет более премиальное решение. Но опять-таки, вы знаете, кому-то нравится AMOLED, кому-то IPS, у кого-то глаза от AMOLED устают. Но я вам так скажу. Вы знаете, тут AMOLED на Samsung качественный. То есть у него мерцание практически незаметно камерой. То есть это говорит о том, что зрение у вас уставать не будет. То есть все у него откалибровано хорошо. По запасу яркости тоже все у нас, в принципе, сопоставимо. Какого-то явного аутсайдера нет. А победитель все же это Samsung. Теперь сопоставим экраны при прямых солнечных лучах. Значит, в принципе, всеми телефонами можно пользоваться на ярком солнце комфортно. Но вот Samsung немного будет все-таки дисплей поярче. А вот Meizu Note 9 по запасу яркости немного уступает смартфонам от Xiaomi и Samsung. Все смартфоны работают в 2, 3 и 4G-сетях. А вот с поддержкой необходимых бендов есть разница. Значит, если берете смартфоны в глобальных версиях, то у вас будет поддержка всех необходимых бендов, включая там 3, 7 и 20. Если берете смартфоны в китайской, а это у нас здесь и здесь допустимо, то здесь у вас не будет поддержки 7 и 20 бенда, а здесь не будет поддержки 20 бенда. Redmi Note 7 Pro у нас в глобальной версии не выпускается, поэтому у него будет только китайская, без поддержки 20 бенда. То есть, учитывайте эти нюансы. Качество разговорной динамикой микрофона на всех аппаратах сопоставимо хорошее. Никакой разницы особо я не заметил. Проблем с потерей сигнала тоже ни разу ни на одном смартфоне не возникало. Значит, звучание в наушниках. Значит, тут у нас есть поддержка Dolby Atmos, это как бы существенный плюс. Но поддержка IPTX у нас есть на всех смартфонах. А вот IPTX HD Audio на Samsung поддержки у нас, к сожалению, нет. На этих смартфонах есть, поэтому здесь он немного будет проигрывать. Значит, по поводу качества звучания в наушниках, я не могу сказать, что где-то какая-то есть большая разница. В принципе, все на одном уровне. Но разница есть именно в запасе громкости. Redmi Note 7 Pro и Samsung Galaxy A50 будет все же погромче, чем эти два смартфона. Теперь давайте проверим звук в внешних динамиках, насколько здесь разница ощутима. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, насколько хорошо вам была слышна разница, но я услышал, что Xiaomi все-таки по качеству звучания внешние динамики здесь будут получше. То есть они более такие вот звонкие, чистые. Потом с небольшим отрывом Meizu Note 9, самую малость он все же уступает Xiaomi, а вот Samsung ощутимо проигрывает этим трем аппаратам. То есть здесь внешний динамик не такой чистый и средняя частота выпадает, то есть он здесь немного в проигрыше. Давайте произведем сравнительный GPS-тест наших смартфонов. На улице у нас сегодня пасмурная погода, срывается дождик, снимаю как обычно рядом с балконом. При таких вот тяжелых условиях, как видите, спутники все смартфоны определяют, а это уже хорошо. GPS GLONASS и BDO во всех аппаратах у нас поддерживается, то есть с GPS-модулем у всех все в порядке. Теперь давайте остановимся на игровых возможностях. Значит, сразу выделю то, что у нас эти два смартфона имеют абсолютно одинаковый процессор и одинаковое разрешение. Поэтому игровые возможности у них абсолютно идентичны. Начнем с Redmi 07. Значит, на Redmi 07 у нас стоит 660 Snapdragon. Он с играми справляется очень даже неплохо. То есть, в принципе, такие игры, как Asphalt 9, можно на максималочках, комфортно идет эта игра. Всякие там Asphalt 8, Asphalt Extreme, это тоже, само собой, на максималочках будет идти. Значит, в PUBG на высоких значениях можно играть, выше не выставляется и вполне комфортно. А в танке на максимальном значениях графики у вас будет FPS колебаться в районе 30 кадров в секунду. Для кого это критично, выставляете средние настройки графики, и тогда у вас будет все в порядке. То есть, с играми он справляется относительно неплохо. На Samsung установлен процессор Exynos 79610. Он с играми справляется тоже довольно-таки хорошо, но немного хуже, чем с 660 Snapdragon. То есть, здесь, к примеру, в танке на максимальном значениях графики вообще комфортно не поиграешь. Только средние показатели. В PUBG ситуация аналогичная, то есть, на высоких показателях можно играть комфортно. В Asphalt 9 тоже, как видите, на максималочках можно играть вполне комфортно. То есть, ну, в самой малости ситуация похуже, чем у 660 Snapdragon. Но это вы заметите только в танках. В остальных играх разницу вы не увидите. Касаемо 675 Snapdragon. Ну, давайте на примере Redmi Note 7 Pro продемонстрирую. Значит, в Asphalt 9 почему-то подтормаживает. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, игра до конца не оптимизирована под этот процессор. Поэтому тут на максималках есть подтормаживание. Если говорить за PUBG, то абсолютно одинаковые игровые возможности со всеми смартфонами. А вот танки тут идут лучше, чем на 660 Snapdragon. То есть, здесь танки на максималках FPS там колебаться будет в районе 60 кадров в секунду. То есть, очень даже комфортно. То есть, видите, ситуация как бы немного неоднозначная. Но, мне кажется, с выходом обновлений на асфальт тут немного поправят ситуацию. И тогда он будет тоже на максималках идти вполне комфортно. То есть, вот такая у нас ситуация. То есть, по сути, в игровых возможностях, наверное, я все же поставлю 675 Snapdragon немного выше 660. За ним будет у нас идти Samsung Exynos 7. То есть, он тоже чуть-чуть с небольшим отрывом уступает 660. Значит, нагрев корпуса у всех смартфонов колеблется в районе 38-40 градусов. В принципе, разница не столь критична. Но выделю то, что где смартфон у нас заднюю крышку имеет стеклянную, стекло больше передает тепло, поэтому небольшой дискомфорт, в частности, на Redmi Note 7 Pro я испытывал. В остальных смартфонах нагрева дискомфортно при долгом использовании вы испытывать не будете. Теперь проверим яркость наших фонариков. Meizu Note 9, Redmi Note 7. Чуть-чуть, самый малый, с поярче. Note 7 Pro одинаково с Note 7. И Samsung Galaxy A50 самый яркий. То есть, по фонарику тут Galaxy A50 немного вырывается вперед. Интерфейс у всех камер у нас немного разный, но по функционалу у них все плюс-минус на одном уровне. То есть, различные фотофильтры, HDR, панорама, ручные настройки, запись видео в слоумо. Все во всех аппаратах присутствует. Значит, на Samsung у нас нет единственного ночного режима. То есть, в полной темноте снимки с рук вы здесь вряд ли сможете сделать хорошего качества. Здесь у нас ночной режим присутствует. Но зато на Samsung есть широкоугольный объектив. И это позволяет делать хорошие снимки, там, архитектуры, либо в маленьких помещениях. То есть, широкоугольный объектив, я считаю, это существенный плюс. Значит, выделю то, что у нас все аппараты поддерживают установку Google камеры простую. То есть, без каких-либо танцев с бубном. Но на Note 7 есть хороший рабочий мод Google камеры. В остальных случаях нужно искать подходящие моды Google камеры для того, чтобы улучшить качество съемок. То есть, пока я хорошие моды Google камер на эти аппараты не нашел. Значит, давайте посмотрим на информацию по нашим основным камерам. То есть, где-то у нас на 48 Мп, здесь на 21. Но на самом деле все это у нас больше маркетинговый ход. То есть, все фотографируют в стандартном разрешении в 13 Мп, 48 только в ручных настройках. И то снимки будут в этом разрешении получаться худшего качества. То есть, это больше маркетинга. Значит, давайте теперь посмотрим на информацию по фронтальным камерам. Тоже где-то у нас больше разрешения, где-то меньше. Значит, хочу сказать про видеозапись. Значит, максимально поддерживается видеозапись у нас здесь в 4К разрешении. Здесь максимально в Full HD разрешении. Но здесь в 4К только в Google камере. То есть, стандартное приложение максимально записывает в Full HD разрешении. Ну и про стабилизацию скажу. То, что у нас здесь на этих трех аппаратах стабилизация у нас поддерживается электронное в Full HD разрешении. Здесь у нас никакой стабилизации, к сожалению, нет. Но теперь давайте перейдем непосредственно к примерам фото и видеозаписи. И сможем наглядно понять, где какая камера лучше фотографирует и делает видеосъемку. Давайте произведем сравнительный тест наших камер. Запись видео производится в Full HD разрешении на всех смартфонах. Фокусировка на всех камерах, как автоматическая, так и по тапу. Цветопередача на всех камерах показывает себя немного по-разному. Значит, стабилизация присутствует во всех камерах, за исключением Meizu M9 Note. Давайте произведем цифровый зум. Где-то он больше, где-то меньше. Детализация показывает себя по-разному. В целом, качество видеозаписи на всех камерах хорошее. Единственный недостаток – в Meizu M9 Note нет стабилизации. Теперь проверим запись видео при недостатке освещения. Посмотрим на работу автофокуса. Дальний объект съемки. Проверим частоту кадров. Теперь в полной темноте давайте посмотрим на частоту кадров. Еще раз посмотрим на работу автофокусировки. Ну и напоследок сопоставим запись видео со вспышкой. Посмотрим на яркость нашей вспышки. Проверим частоту кадров. И еще раз посмотрим на работу автофокусировки. При достаточном освещении снимки, сделанные на смартфоны Xiaomi и Meizu, очень схожи. И выделить какого-то явного победителя я не могу. А вот Samsung раздительно отличается как по цветопередаче. Местами она бывает бледной или наоборот чрезмерно насыщенной. Так и в детализации он будет похуже своих конкурентов. При недостатке освещения наличие гугл камеры во всех аппаратах немного сглаживает разницу. Видно, что Samsung начал лучше прорисовывать детали. Также видно, что Redmi Note 7 лучше фотографируют за счет гугл камеры. А вот на Redmi Note 7 Pro и Meizu Note 9 особых улучшений я не увидел. Стоковые камеры у них и без того фотографируют лучше остальных. В общем, изучив все снимки, я пришел к выводу, что основная камера на Samsung существенно наступает всем остальным. Далее идут по возрастанию Redmi Note 7. Наличие гугл камеры его спасает. Потом Meizu Note 9 и победитель, как по мне, тут Redmi Note 7 Pro. Но разница между этой троицей не так уж и велика. Тут уж больше все зависит от самого фотографа. Главное не дергаться при фотосъемке и выбирать правильные ракурсы. Субтитры сделал DimaTorzok В ночном режиме лучше всех справился Meizu. С Xiaomi будут тут похуже. Ну а у Samsung его вообще нет. Но зато у него есть широкогольная камера, у которой угол захвата позволит запечатлеть и красивую архитектуру, и большую компанию в небольшом помещении. По фронтальным камерам лучшее это Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7. Чуть хуже ситуация у Samsung, а проигравший тут Meizu. Ему явно не хватает резкости, из-за этого у него снимки получаются более размытые. Аккумулятор на всех телефонах у нас несъемный, с честной заявленной емкостью в 4000 мАч. То есть тут у нас полный паритет. Час просмотра видео в HD-качестве, по Wi-Fi, на YouTube при средних показателях яркости посадит смартфоны на такие результаты. Час игры в Asphalt 9 при средних показателях яркости встанет смартфоны на такие показатели. За ночь прикидывая сим-карте смартфоны сили у меня на столько процентов. Также все смартфоны я зарядил до 100 процентов, пользовался всеми ими при одинаковых условиях. И грубо говоря, под конец рабочего дня при средних эксплуатации у вас будет оставаться 40, 35, 33 и 37 процентов. То есть тут можно сказать, что по автономности они тоже наравни. Кого-то выделять я бы, наверное, не стал. То есть в любом случае на 2 дня средних использования их будет хватать, а это уже очень хорошо. Также все аппараты имеют поддержку быстрой зарядки, то есть в случае чего сможете их быстро подзарядить. Ну что ж, друзья, пришло время подводить итог. И для того, чтобы ничего не упустить и сделать вывод максимально объективным, воспользуемся нашей сравнительной таблицей со всеми характеристиками. Говорить о каком-то победителе или проигравшем я не буду, потому как это не совсем корректно. Каждый смартфон хорош по-своему. Samsung привлекает более качественным дисплеем, наличием модуля NFC и широкоугольным объективом. Но модуль основной камеры у него все же немного хуже, чем у остальных. Redmi Note 7 Pro лучшие фото и видеосъемки, да и производительность на его стороне. Но отсутствие глобальной версии многим может не понравиться. Redmi Note 7, конечно, самый универсальный смартфон. Он и в цене выигрывает, и модификации оперативной постоянной памяти у него больше. Хорошо, что на него есть удачный мод Google камеры. Боюсь, без него ситуация была бы не такая уж радужная. Ну а Meizu, как и всегда, выигрывает за счет лучшего дизайна и эргономики. Производительность для своей цены у него наилучшая, и фотовозможности основной камеры хороши. Но отсутствие электронной стабилизации при видеосъемке и нечастые обновления Flyme многих могут отпугнуть. Какой смартфон подойдет именно вам, тут уж придется решать самостоятельно. Но всю необходимую информацию для этого я вам предоставил. Благодарю всех за внимание. Если вам понравился подобный формат видео, не забывайте ставить лайки, принимайте участие в опросах ВКонтакте для выявления народной точки зрения. Также советую ознакомиться с другими мега-обзорами, коих снято уже немало. Ну и конечно не забывайте про подписку и колокольчик, дабы не пропускать простые полноценные, так и сравнительные мега-обзоры. Всем хорошего настроения и до скорых встреч в будущих обзорах! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok